здравствуйте дорогие друзья каждый старинный город это целая книга которую можно читать по многу раз и каждый раз открывать в ней что-то новое о городе героя тула сказано и написано очень много научных и художественных трудов и казалось бы ничего нового тут уже просто быть не может с момента постройки кремля и до настоящего времени вся история города хорошо задокументирована известно очень много исторических событий в которых фигурирует тула однако несмотря на всю свою кажущуюся изученность очень много вопросов относительно происхождения города остаются открытыми до сих пор а события 17 16 веков и ранее не так однозначны и чем дальше вглубь веков тем эти события даже у официальных историков все чаще именуются дискуссионными причем эта дискуссионность порой выглядит как полное противопоставление одной официальной версии другой версии не менее официальной до сих пор достоверно неизвестно что происходило в городе с момента первого упоминания о туле в никоновской летописи под 1146 годом и до строительства тульского кремля в 1507 году а это ни много ни мало период почти в 400 лет история тулы до сих пор вызывает много вопросов она противоречива и загадочно помимо того что туле в реальности несколько тысяч лет также название города несет в себе тайну также нужно отметить что четыре главных символа тулы четко соотносится с четырьмя великими стихиями тульское оружие порох это стихия огня тульский самовар чай это стихия воды тульская гармонь звук это стихия воздуха тульский пряник пища это стихия земли видимо не случайно все четыре элемента собрались в туле и вполне вероятно что пятый элемент также находится здесь оружие самовар гармонь и пряник это знаменитые тульские сувениры и визитная карточка старинного русского города при этом гости тулы могут уехать из города и без ружья и без гармонии и даже без самовара но никто никогда не уезжает из тулы без замечательного и потрясающего по вкусу тульского пряника стараясь купить пряники всем родным и знакомым тула административный центр тульской области город-герой с 1976 года тула расположена на севере среднерусской возвышенности на берегу реки упы расстояние тульского кремля до московского по прямой составляет 173 километра протяженность города с севера на юг 26 километров запада на восток 17 километров расположенные на территории города более 300 объектов культурного наследия представляют собой большую ценность и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия это памятники архитектуры и градостроительства истории произведения монументального искусства археологии в туристическом секторе тула известно в четырех направлениях уходящих корнями в историю города оружейным самоварным музыкальным и пряничным каждый из них представлен в городе своим музеем музеем оружия одним из крупнейших россии музеем самоваров музеем тульской гармонии и музеем тульского пряника визитной карточкой города является тульский кремль древнейшее сооружение города памятника архитектуры 16 века а в 14 километрах к юго-западу от ульского кремля располагается еще одно знаковое место связанное с именем крупнейшего писателя и мыслителя 19 до 20 веков дом музей льва николаевича толстого ясная поляна уникальный центр исторической и культурной жизни россии а теперь прежде чем мы начнем экскурс прошлое хочу напомнить что все летописи это своды за год которые писались не по мере происхождения событий а как годовой отчет в конце года и большинство известных нам летописей это всего лишь списки этих сводов а то и списки списков тут нужно понимать что летописи видению как науки всего 150 лет поэтому ни одна летопись не является истинной в последней инстанции это всего лишь дополнительная информация и сведения приведенной летописях безусловно нужно учитывать но ни в коем случае не воспринимать как единственные и безальтернативные подтверждения той или иной версии ряд официальных историков вообще называют упоминание о туле в никоновской летописи вставкой при позднейшей переписке этого тоже нельзя исключать только надо понять кому это было нужно и зачем известно что переписчики вносили искажения по указанию своих хозяев когда тем необходимо было доказать свои права на наследование титула владение теми или иными территориями обосновать притязание на власть уже в девятнадцатом веке говорили понравилась бы земля а историки которые обоснуют ее захват найдутся есть мнение что вставкой в летопись рязанский епископат пытался обосновать свои права на тулу в споре с коломенской епархией точное время основания тулы неизвестно по разным официальным версиям тулов впервые упоминается в никоновской летописи под 1146 годом и опять же впервые в договоре 1382 года среди городов рязанской земли при этом изначально поселение находилось вверх по реке тулице в 15 верстах от нынешнего города кстати странным образом появление многих старинных русских городов датируются именно двенадцатым веком а если точнее тысячесотыми годами как будто ранее городов на руси не строили а именно в это время начался бум градостроительства например москва упоминается в ипатийской летописи за 1147 годом кстати имеются черты сходства новой тулы с российской столицы и в планировке обе города имеют похожие кольцевые центры от которых радиально расходятся улицы внутри каждого из указанных колец находится кремль и небольшой остров образуемый проходящий через центр города рекой в туле упой в столице москва рекой и в районе каждого из этих островов имеет место слияние основной реки с рекой второстепенной в туле упы с улицей в столице москва реки с яузой оба города создавались по одному и тому же принципу краснокирпичный кремль в обоих городах также строился почти одновременно возможно одними теми же итальянскими мастерами как я говорил ранее у многих официальных историков год основания тулы 1146 вызывает серьезные сомнения и на то есть веские основания ведь впоследствии более двух веков ни в одной летописи ни в одном документе тула вообще не упоминается первое упоминание признаваемые всеми официальными историками как достоверное содержится в договорной грамоте великого князя московского дмитрий ивановича донского с великим князем рязанским олегом ивановичем от 1382 года в связи с принадлежностью тулы к владениям царицы тайдулы при этом в соглашениях разделе территории между князьями тула фигурирует как поселение уже давно существующее о чем хорошо известно обоим высоким договаривающимся сторонам как видите друзья тула не такой уж простой провинциальный городок как может показаться в начале поэтому давайте попробуем разобраться во всем по порядку и взглянуть на тулу под другим углом краткой официальной исторической справки как таковой сегодня не будет потому что на протяжении всего фильма мы будем постоянно обращаться к разного рода официальной информации наш фильм будет состоять из трех взаимосвязанных частей сначала поговорим о названии города тула затем определимся с его местоположением и в третьей части попробуем разобраться с планировкой города существует несколько версий происхождения названия тулы от лингвистических и территориальных до мифологических приведу вам только 16 из них первые четыре версии названия являются производными от корня тул версия первая вторая владимир иванович даль толковал слово тулить как укрывать прятать а слово тула в его словаре малый колчан закрываемая от непогоды трубка в коей хранятся стрелы у сербов чехов словаков и словен есть близкие понятия у словен тулец ножны толка рукав у чехов и словаков тулец колчан у сербов колчан тулац а тулум бурдюк то есть похоже по смыслу слова и звучит на многих славянских языках почти одинаково так как восходит к старославянскому корню тул в наше время от этого корня имеется много производных и общий смысл у них сохраняется притул титул втулка шкатулка тулуп мультитул колонтитул стул а тулить притулить притулиться и другие при этом славянская топонимика не знает название глаголов значит название реки тулиться не действие а место тут важно отметить что суффикс it в названии именно славянский а не балтийский финский или чей-либо еще и при сохранении основного значения тул указывает на его уменьшительную функцию в языке логически оба значения корня том то есть колчан и защита не могли появиться независимо друг от друга собственно колчан это есть укрытие защита и приют для стрел а глагол втулить буквально означает вложить стрелу втул то есть в укрытие отсюда следует что значение колчан является отпочкованием от более древнего значения укрытие но размежевавшись стул последний превратилась в тула то есть означало место возникновения поселения который вероятно был убежищем для людей живущих среди дремучих лесов версия 3 предыдущие версии с укрытием не отвергает связи название тулы с глаголами тулить тулять затулять означающими крыть покрывать укрывать и по этой версии считается что название города может быть связано с устройством жилищ аналоги мы находим словах крыша и скрывать прятать версия 4 гипотеза о возникновении названия тулы отколчана или укрытия была рассмотрена и опровергнута еще 200 лет назад василием алексеевичем левшиным исследователем тульского края который писал в своем так и не опубликованным отдельно топографическом описание тульской губернии тулы не есть слово русское не славянское и нельзя выявить оного от славянского слова тул значащего колчан которым носят стрелы название сие точно сарматское и финском языке и в языке мордвы донись употребляемое слово значащие приди или пади а вот цитата из школьного учебника истории река тулится по лесам тулится то есть прячется лесами в древности наш край славился и речка эта самая гремучих лесах тулилась пряталась однако слово упа и тула не русского а литовского происхождения упа по литовски речка а тула означает поселение колония очевидно это тула была одним из самых восточных литовских владений ведь свое время литовское княжество занимала очень большую территорию то есть официальная позиция нашего государства такая на нашей территории проживали кто угодно и нам приписывают какое угодно происхождение узбекская татарская литовская финская но не славянская пятая версия что слово тула составное где окончание лали это лето и течение жизни вероятно это сокращение от тут лето то есть тут жизнь и в принципе оно так и есть руда металл промышленность народу много жизнь течет в центре руси другая уже 6 лингвистической версии о происхождении названия города по обилию деревьев произрастающих в этой местности ведь береза на латинском значится битула седьмая версия также нельзя не отметить созвучие слов тула и дула по этой версии город называли дула потому что в туле делали пушки а самовары вообще так и звались дула от слова дуться например надувать самовар если город называется в честь дула пушек или надутых самоваров то значит производство пушек и самоваров было развито задолго до того как город стал известен в других краях восьмая версия само по себе слово тула едва ли не самое легкое и одинаковое для произношения на разных языках тут нужно отметить что тула забытый ныне термин единый для славян балтов и германцев поиски чего-то подобного в языках родственных славянским которые наряду с приобретенными германизмами сохранили очень многие славянские корни приводят к следующим наблюдениям корень тули который финском и карельском языках означает огонь в марийском языке тул огонь тула финском карельском языках означает приходить ту локас финском языке пришелец новичок на сербском языке тулите погашать гасить тускнеть то есть место связаны с огнем куда постоянно приходят новые люди девятая версия тула будучи еще безымянным поселением рано попала под правление золотой орды и в начале 14 века оказалась под властью царицы ты дулы жены татарского хана чине бека которую митрополит алексий в 1357 году исцелил от слепоты в столице казанского ханства сарая но уже в те времена тула прославилась своими ремеслами торговлей тут совершался обмен товарами люди окрестных деревень знали все пути дороги но не знали как назвать место куда едут и надо полагать что говорили едем туда где ты дула или были там где ты дула так и сложилось название которое со временем подчиняясь логике русского языка упростившись стала тулой увлекшись созвучием имени той дулы стулой писатель фантаст карамзин приписал именно этой царице название нашего города и и приводит это как очевидное в пятом томе истории государства российского говоря о куликовской битве данное объяснение увы не выдерживает серьезной лингвистической и исторической критики так как по датам казанское ханство было основано только в 1438 году а по мнению историка и краеведа ивана петровича сахарова высказанному им в труде достопамятности города тулы и его губернии во первых потому что город тулы почти за 200 лет до татарской царицы был известен под этим именем во вторых потому что в договорной грамоте из которой карамзин заимствовал известия той дуле ничего не говорится о том что наименование тулы произошло от ее имени десятая версия светлана васильевна жарникова советский и российский этнограф и искусствовед кандидат исторических наук действительный член русского географического общества всегда говорила что вся наша топонимика переводится исключительно с санскрита если рядом с тулой есть город на реке плава а название перрики подается дешифровки санскрита также как и название реки упа на которой стоит тула то почему бы не быть последовательным до конца и не предположить для тулы такую же этимиологию и оказывается что на санскрите тула значит равновесие баланс весы это точное соответствие словарю санскрита без домыслов о преобразовании звуков с других языков такой вот привет из дохристианского ведического прошлого смысл названия города тула в переводе санскрита неудивителен когда окунаешься в историю города и всем известных оружия и пряника поэтому выражение кнутом или пряником могло сформироваться именно в туле и нигде более 11 версия согласно легендам асгард дарийский находился в дарии на северном материке на вершине горы мира или меру материк был разделен реками на четыре провинции свага хара рай тулия и здесь было внутреннее море или озеро в центре которого находилась гора меру и на ее вершине асгард название тула и тулица могут происходить от легендарной страны тулия и являться отголосками древнейшей наследственной памяти индоевропейцев о скрытом месте пребывания родовых реликвий предков сочетании с располагавшимися поблизости от современной тулы знаменитым недославлем металлургической столицы вятичей эта версия кажется достойной внимания и исследований двенадцатая версия на географической карте форма современной тульской губернии очень близка к реальной форме человеческого сердца может тульская земля и есть сердце руси каждое живое существо имеет тело и душу если совместить слова душа и тело взяв от первого слова только гласные буквы а из 2 только согласные то получится слово тула то есть тула это голос души и согласие тела тринадцатая версия проведем параллель название тулы с названием таких городов как латуль тулуза тулон во франции тулча в румынии туле в африке мексике и гренландии тульчин в винницкой области туляр на мадагаскаре тулум в мексике название которого переводится с языка майя как неприступная крепость а поскольку это определение очень подходит и для нашего города считается что именно здесь и кроется разгадка имени тулы и других городов с таким же корнем 14 версия историк тульского края иван федорович афремов в своем исследовании историческое обозрение тульской губернии писал по истории тула старше москвы имя ее в летописях известно уже городом древняя зависимость тула от рязани дает повод думать что первое основание тулы положили рязанские удельни князья построившие в исходе 11 или начале 12 века при впадении реки тульца в реку упу дубовый острог для воинской стражи и собираний податей с окрестных лесных жителей предков наших вятичей вопреки всем мнениям археологов имя тулы несомненно произошло от речки тулицы начинающиеся в 30 верстах выше тулы как и прочие города тульской губернии чернь крапина венев кашира и белев получили имена по речкам тех же названий и прежде нежели стали существовать города те речки их носили уже свои наименования название тулы тесно связано с речкой тулицей который в источниках 16 века упоминается под тремя вариантами названия то как река тула то как тулка то как тулица известно что многие русские города получили наименование по тем рекам на берегах которых строились это свидетельствует о том что такие города в силу целого ряда обстоятельств возникали так сказать по воле самого народа они были поставлены по приказу князей как и другие названный на княжное имя например владимир на клязьми ярославль юрьев польский юрьевец мастислав дмитров и многие другие пятнадцатая версия в русском языке не так давно употреблялось слово тулья что означало верхнюю часть шапки шляпы возможно раньше это слово означало вообще верх чего-то например холма или реки тогда тулья тула это верховье реки тулицы есть версия что старый город располагался именно верховьях тулицы а позже по оборонительным соображением поселенцы перешли из верховьев внизу вид улицы на остров где ныне расположен оружейный завод а приток реки купы назвали по имени старого города шестнадцатая версия происхождение названий тульских рек и имени современного города может быть связано с именем древнего племени атулов упомянутого древним германским историком иорданом списке племен воевавших с готами на землях современной центральной россии в середине 4 века эта версия вполне имеет право на существование если учесть что на месте современной тулы люди живут более 8000 лет ведь древнейшее поселение под кодовым названием упа 4 датировано шестым тысячелетием до нашей эры это открытие было сделано во время экспедиции кандидата исторических наук татьяны владимировны наумовой в 1994 году итак друзья как видим существует 16 вполне себе официальных и мягко говоря дискуссионных версий о происхождении названия города тула хочу подчеркнуть не моих версий а версий официальных историков поэтому не стоит говорить мне например что я замечаю в переводах других языков только то что мне подходит остальное игнорирую версии происхождения названия города основанный на переводах даны в таком виде как они есть у их авторов все эти переводы и толкование на другие языки были тщательно проверены мной и моими помощниками и вариантов перевода одних и тех же слов на самом деле много можете все перепроверить сами все ссылки в описании а версии происхождения названия тулы еще больше если перечислять их все то на это уйдет не один час и знаете на что похожа вся эта ситуация когда при обсуждении одной важной темы вдруг начинают обсуждать сопутствующие вопросы порой прямо противоречащие друг другу и зачастую никак не связаны с основной темой и таким образом переключают все внимание обсуждающих на эти вопросы уводят основной темы это называется забалтывание темы и это самый простой и самый действенный способ скрыть любую правду обвешать его самой разными шурой чтобы у всех кто этим вопросом интересуется пропал к нему интерес однако не будем рубить с плеча так как даже в официальных данных порой проскакивают оговорки представителей академической науки по которым можно сложить картину мира